Варвара, здравствуйте! На овощах, которые содержат более 90% водички, это у нас огурчики, вот помидоры можно употреблять, капусту. Из этих любимых наших овощей, которые содержат очень большое количество жидкости, мы можем приготовить салат. Но очень важно помнить для тех, кто следит за своей фигурой, что этот салатик лучше заправлять не майонезом, не сметаной, а именно маслицем. Оливковым, горчичным, льняным. Но на одних овощах же рацион не построишь, а что еще можно употреблять? Конечно же, можно употреблять фрукты. Фрукты у нас тоже с большим содержанием водички. Очень полезный грейпфрут, яблочко можно взять с собой, но опять-таки в ограниченных количествах. Ну, сколько в день можно грейпфрут съедать? Ну, один. Дело в том, что в грейпфрутах, ну вообще во всех фруктах, содержится очень много фруктозы. Это тот же сахар, который поступает к нам в грейпфрут. Поэтому лучше все вкусняшки, печенюшки, конфетки, от которых мы поправляемся, заменять фруктами. В Сибири привыкли есть мясо и неспроста, и даже летом, да? Конечно, лето это сезон шашлыков, и я бы рекомендовала вместо привычной свинины выбирать говядину, куриное филе, филе индейки, а также филе рыбки какой-нибудь. С точки зрения правильного питания мясо можно употреблять в любое время суток, но исключить его желательно перед сном, когда мы уже готовимся ко сну. Так как желудочек будет наш перегружен, перед сном лучше употреблять такие продукты, которые легко усваиваются. Иначе мы проснемся с утра с перегруженным желудочком и уставшим организмом. Летом я все же рекомендую питаться в ровно. То есть это каждые три часа, небольшими порциями. Такой способ приема пищи улучшает наш метаболизм, избавляет от тяжести. Вот, например, сейчас стоим около рыбки. Это идеальная альтернатива полезного ужина. Рыбку лучше всего употреблять 2-3 раза в неделю, так как она содержит очень полезные жиры. Вне зависимости от времени года нужно включать в рацион молочные и кисломолочные продукты. Они очень полезны для нашего здоровья. Но очень важно помнить о сроках их хранения. Если мы что-то забыли на столе на 2-3-4 часа, к сожалению, к этому продукту возвращаться не стоит, потому что там уже образовались вредоносные бактерии, которые ничего хорошего нашему организму не принесут. Очень важно начинать наш день с полезного завтрака, который зарядит нас энергией на целый день, чтобы мы провели его продуктивно. Вариантов круп может быть масса. Вы можете сварить себе гречневую кашу, овсянку, геркулес и многие другие по вашему вкусу. Ну что ж, я думаю, наши советы точно пригодятся жителям края. Мы уже поняли, что нужно обязательно включить в рацион в жару. Утро нужно начинать со сложных углеводов и постепенно увеличивая норму потребляемого белка к вечеру. Летом вообще желательно дома не сидеть, кататься на роликах, кататься на велосипедах, гулять. И тогда лишнее съеденное вами мороженое ни в коем разе не отразится на вашей фигуре.